Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Автор этого сценария ReadySetCrypto, ссылка на его видео будет в описании. Оно оказалось достаточно сложным, но я его всё-таки перевёл. И в конце высказал своё мнение по поводу всего услышанного. Мой монтажёр до сих пор не сделал мне интро, поэтому я не понимаю, за что я ему плачу деньги. Поехали без интро. Эфириум Сегодня я хочу провести небольшое расследование на тему того, что происходит с эфиром, как с сетью. А также обязательно поговорим о том, каким образом эфириум, как монета, планирует оставаться частью криптоэкономики в будущем. Рассмотрим также и сферы, в которых эфириум будет ценным, преграды, с которыми столкнётся проект, и какие проблемы нужно будет решить команде, чтобы преуспеть. Давайте начнём с бычих фундаменталов. Команда эфириума начинает консолидировать усилия вокруг экосистемы DeFi. Я сделаю небольшую отсылочку, потому что автор не поясняет, что такое DeFi. DeFi, или другими словами Open Finance, это экосистема, которая направлена на предоставление криптовалютных финансовых продуктов вне банковской сфере. Грубо говоря, это приложение децентрализованного финансирования. Продолжаем. Усилия, которые предпринимаются в этом направлении на сегодняшний день, кажутся наиболее продуктивными и старательными, чем когда-либо. А то, что известно как Financial Stack, становится всё более убедительней. Financial Stack. Это набор программных подсистем или компонентов, необходимых для создания такой полноценной платформы, которой не потребуется никакого дополнительного программного обеспечения для работы. Со стороны эфириума это означает предоставление простой, понятной возможности покупки монет и токенов на базе блокчейна эфириума для пользователя. Также это усиленная разработка инструментов для разработчиков и простое взаимодействие всех этих элементов в целом. Эфириум на сегодня имеет неоспоримое лидерство по активности разработчиков и количеству проектов, построенных на его базе. Главным постулатом всей системы эфириума является сама монета эфира и цель сделать её основой проекта, чтобы она была дефицитной резервной валютой всей экосистемы. В теории эти усилия будут расширять полезные возможности монеты, а значит покупательная способность монеты должна будет расти. Ключевые причины быть настроенным по быче по отношению к эфириуму следующие. Первое. Программируемое будущее. Второе. Очень вероятно это будет самый доминирующий блокчейн, работающий на консенсусе Proof of Stake. И третье. Осведомленность молодежи. Давайте разберемся более детально, чтобы вы поняли лучше, откуда взялся такой бычий настрой по отношению к эфиру. Давайте поговорим о программируемом будущем. Первая возможность, как я думаю, для эфириума, учитывая то, что он сам по себе является программируемым средством сбережения обмена, это программируемость денег, приложений и активов. Это очень большой шанс для эфира и нет никаких сомнений, что в сфере DeFi есть полно интересных приложений, уже с этим связанных. Способности эфириума давать ссуды, программировать процентные платежи для кредиторов и так далее будут невероятной технологией. Все децентрализованные приложения, над которыми работают разработчики эфира, сейчас нацелены на создание такой полнофункциональной платформы, которая по-научному называется Financial Stack, как мы уже говорили. Вместо того, чтобы просто кому-то заплатить, вы заплатите некими токенами, работающими на основе протокола сложного процента. И это, ребята, только поверхностный взгляд на то, чего эта технология может добиться. Чем больше активов токенизируются, например, те же приложения DeFi, тем более сопоставимым все становится. С улучшением пользовательского интерфейса больше умных и ценных систем может быть встроено в платформу, причем незаметно для пользователей. Ключевые примеры приложений для программирования эфириума. Первое. Set Protocol. Здесь вы имеете приложение для стратегии инвестирования в один клик торговых ботов и распределению портфолио. Второе. Money Markets. С такими приложениями, как Maker, Compound и DYDX. И третье, конечно же, ончейн-деривативы, которые можно построить, используя смарт-контракты. А делается это для того, чтобы достичь целого ряда различных систем. Теперь давайте поговорим про молодежь и ее осведомленность. Децентрализованные финансовые услуги без посредников, в которые мало доверия, уже само по себе является убедительным. И особенно для молодежи, которая однажды унаследует этот мир от нас. Мы уже наблюдаем это на примере миллениалов, которые не проявляют лояльности к какому-то одному поставщику услуг, а перебирают их все. Возможность взять ответственность за свою финансовую независимость, а также возможность выбора услуг – это очень ценные предложения. При этом не только более молодое поколение привлекает эта индустрия, где не требуется доверять людям, но и старшие тоже. Возможность строить и развивать различные инструменты на блокчейне эфира привлекает и разработчиков. Учитывая всю простоту, разработчикам потребуется не более двух часов, чтобы подняться на борт этого корабля. Вот почему эфириум – лидер по количеству разработчиков. Я настроен по быче в отношении интеллекта людей и следующих поколений. Эфириум – это возможность людям создавать ценные инструменты и услуги на блокчейне. А особенно это будет сказываться с просвещением молодежи. Но одновременно с этим нужно помнить, что на базе эфириума уже существует множество продуктов, которые совершенно бессмысленны. И еще больше решений проблем, которых не существует. Подбивая итоги, я думаю, что эфириум по отношению к доллару сегодня перепродан. Особенно если учитывать ту фундаментальную ценность, которую он представляет. И которую он еще больше разовьет в будущем. И хотя мы настроены оптимистично по отношению к эфириуму, наш оптимизм осторожен. Ребята, я, конечно, не хейтер эфириума и уважаю этот проект. И даже, можно сказать, тоже оптимистично на него смотрю. Но теория о том, что расширение полезных функций монеты или токена влияет на ее курс на рынке, сейчас не очень-то и работает. На самом деле, будем честными, эфириум может работать при любом курсе монеты. И сегодня в тех условиях, которые мы наблюдаем, цена растет и падает в основном из-за спекуляций. А не по каким-либо фундаментальным причинам. Как бы прискорбно это ни звучало. Самый яркий пример XRP, у которого очень много позитивных фундаментальных изменений происходит. И все это на фоне падения, ну или стагнации курса. Да, фундаментальные причины повышения курса в некоторой степени тоже существуют. Но у альткоинов это выражено очень неочевидно. Биткоин в этой связи является куда более превосходящим активом. Ну, мы уже говорили об этом. А если говорить о пользователях эфириума, им вовсе не обязательно держать эту монету. Если только они не спекулируют на ее цене. Что касается стоимости выполнения контрактов и их влияния на цену монеты эфира, что можно сказать, если эта стоимость остается и будет оставаться такой же дешевой? Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. У меня за окном опять лают собаки. Вот собаки, блин. Хм, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!